так ну что отлично понеслась я кстати буду это первый мой эфир снова с новой квартиры всем даже наверное попробую показать вид на море и снова что случилось интересно получится переключить на камеру или нет они снова то не получается не знаю как снова то переключить камеру в общем не получится не показать на море в общем я сижу кайфую с видом на море вот сбылась мечта идиота ну что у нас сегодня с вами к темам как раз про про дорогую счастливую жизнь про то как позволить себе зарабатывать больше денег ну и сегодня мы немножечко с вами начнем с такого беседы все таки это завтрак это не лекция и чтобы мне раскрыть тему как позволить себе зарабатывать больше денег мне важно своим поговорить вот поэтому включайтесь у кого получится включайте камеру да у кого там если еще пока в душе находитесь камеру не можете включить то включаете хотя бы микрофончики и прям вот расскажите как вы думаете как что и на что конкретно вот каждому из вас не дает возможности зарабатывать больше чем хочется вот какие есть мысли какие есть идеи какие есть гипотезы да вот что не дает возможности зарабатывать больше почему вы себе не позволяете почему себе вы себе запрещаете доброе утро я без камеры пока но буду потому что только из душа понятно у нас солнечное утро такое прекрасное минус два пока то что для меня тоже по моему это тоже самое банальное действие мыслях я продумаю но не всегда сделаю то что я задумал всегда себя отвлекая на что-то там другое лучше помочь быстрее там а то что себе кажется труднее и может быть что-то неизвестнее хотя бы ты уже очень думаешь о том что ну как это будет если ты это сделаешь да но вот проходит вот опять февраль проходил а не сделала то что хотела как бы сделал очень многое да но не совсем то что нужно было моем движении получается мысли какие-то идеи а в реализацию не идешь да запланировать что-то сделать это позвонитьет этом 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 сделать да а сделала другое да тоже как бы не важно да но примерно но никто столько важное да что что нужно вот к твоей теле и я заметила что иногда когда я запланирую день всегда показывается кто-то еще туда пригласил я чувствую что это тоже полезно меня ною немножко отвлекает иногда я тогда дом как бы позволяю Вселенной, может быть, если это как бы ко мне пришло, и я получила тоже очень много удовольствия, радости, какие сюрпризы, подарки, что надо было, но тогда, наверное, нужно ещё больше концентрации на то действие, чтобы всё-таки получить то, что ты хочешь. Если ты хочешь собирать эти ягодки ещё по дороге, тогда надо быть ещё крепче, и намного прямее, и тогда нам больше положить сил сделать больше, чем, да. Или другое может быть и так, что я себя иногда, я смотрю, когда пишу свои дневные планы, иногда я так столько написала, а это реально невозможно сделать, а потом, когда ты пишешь эти крестики, не сделала, да. И это, наверное, ещё нам самим, мне самой надо не столько на выбрать самое важное действие, я имела в виду. Поняла. Хорошо, спасибо большое. Так, ребят, кто ещё поделится? Это важно. Нам сегодня надо прям поговорить. Так что включайтесь. Прям смело нажимайте на микрофончик. Я вам дала доступ, чтобы вы говорили. И как вы считаете, что вам мешает, а почему вы не позволяете себе зарабатывать больше денег? Я говорить не буду. Буду сидеть и ждать. Не будете говорить, вот так просидим с вами. Всё время. Повторю, завтрак – это не лекция, не вебинар. Это встреча в таком в неформальном режиме, за чашкой чая, за чашкой кофе, где мы с вами беседуем, и я раскрываю какие-то ответы на какие-то вопросы. Поэтому включайтесь. Пока ещё люди выходят из душа или выпивают чайки, а может так и быть, что вот я тоже прослушала одну книжку и хочу пройти эти все упражнения, какие-то вот для цели достижений, изменений и упражнений. Я каждое утро, вот час раньше встану, я пройду, вот как раз час прослушаю и пройду эти упражнения. Но оказывается, вот утро встало и опять нашла что-то там другое, вот это тоже надо сделать, это, это, да. Вот как лучше себя ну вот дисциплинировать, чтобы вот и с вечера что-то написать уже строго и себе поставить в мыслях вот тебе вот обязалась и сделай это, и не начинай другое делать. Вот, наверное, то же самое, вот это тоже, потому что чтобы вот не смотреть ни на право, ни на лево, ни на право, а тить то, что тебе было задано. А то проходит в утро, все равно этот час раньше встала, и все равно этот час где-то там прогуляла. Ну, как бы не, не на совсем напрасно. Может быть, что это комфорт какой. Хотя бы и хочется лучше, уже больше, нет такого комфорта. Хочется уже больше, да, не одного варенья, уже три варенья хочется. Какая красота. Я пока сторис записываю, пока вы говорите, я слушаю, звоную. Отлично. Ну что, ребята, включаемся. Анна, Инна, Роман, Елизавета. Включаем, нажимаем на микрофончик. А то сейчас выключу и все, и пойдем спать дальше. Пожалуйста, написать можно, просто в электричке не очень удобно говорить. Да, можно написать, давайте. Кто не может говорить, напишите прямо. Ага, договорились. Все. Вот это у нас, наверное, Елизавета была, да, я при том. Да, кто не может, вдруг еще поговорить. Лина, Инна. Кто не может говорить, ребята, да, можно написать. Так, жду пока ваше сообщение. Соображаю теперь, как написать здесь. А вот здесь не получится, ты в чат, в канал заходишь, и получается, заходишь в канал. Хорошо, сейчас, спасибо. И там вот, ну, к любому посту, даже вот, например, мы начали, пиши комментарий. Или к анонсу, вообще без разницы, к любому напиши комментарий. Так, ну ладно. И третий подход. Благодарю, Марина, за приглашение. Я пропустила эти брюзаты. А, ну, видишь, хорошо, что ты увидела. Это, по-моему, третий завтрак, да? Ну, не суть. По-моему, да, третий. Так, пока Инна пишет, пока вы включаетесь, давайте я... Денежная цифра. Я зашла на третья. Круто! Вот, Дмитрий присоединился. Дмитрий, хочешь поделиться, как ты считаешь, что тебе мешает зарабатывать больше денег? Что не дает, ну, что не позволяет тебе, да, вот это вот... Какие причины, какие поводы, что ли? Доброе утро, Марина. Доброе. Ура, Аня созрела. Я просто очень долго думала, и на самом деле по отношению, например, к себе, это, наверное, слишком много сомнений. Слишком много думаешь. Вот. Я просто не могла никак сформулировать, и думаю, на самом деле, мне ничего не мешает по факту, но мне мешает мой мозг и мои мысли. Вот это. Окей. Для чего я вас сейчас пытала? Спасибо большое, что это осмелилось. Для чего я сейчас вас пытала? Для того, чтобы немножко включились в процесс, вот, да, как Аня говорит, Ера, для того, чтобы вы задумались, для того, чтобы у вас в голове вот это вот зерно, оно зародилось, потому что просто прийти послушать, ну, как бы можно, да, ну, как бы можно, но нет смысла, вот реально нет смысла. Я всегда про то, что, ребят, если вы что-то слушаете, то применяйте в жизни, потому что иначе это как бы... Зачем? Ну, посмотрите сериал, не знаю, посмотрите, позвоните, короче, более приятно можно провести время, вот, стопудово. Я, конечно, понимаю, что я классная, интересная, симпатичная женщина и эксперт, и приятно, наверное, может быть, просто меня послушать, но наверняка есть более интересные, более какие-то кайфовые вещи, чем просто посмотреть, послушать Марину онлайн. Вот. Поэтому, если вы слушаете, то включайтесь в процесс, и в диалоге, в размышлениях, вот, в всех этих вещах начинаются как раз ваши изменения. Окей. Хотя бы половина нас сегодня включилась, это уже хорошо. У меня есть вебинар как раз про то, что не дает нам возможности жить той жизнью, о которой мы мечтаем, и там я примерно описала, какие... что мешает нам, что не позволяет, нам выйти на тот уровень дохода, который мы хотим. Сейчас я вам покажу экран. Так вот, смотрим. Не хватает времени. Это то, что Ая сказала. Не хватает... Не знаю, с чего начать, не знаю, что делать. Это то, что Аня сказала. Да. Есть еще, нет связей, все хорошие места заняты, страшно решиться, пробу не получается, в вашей стране и это опасно. Ну, в общем, наверняка, какие-то есть еще доводы, мысли, но в основном всегда у всех они одни и те же. Абсолютно у всех они одни и те же. И они делятся буквально только на то, что либо что-то я не могу, да, по какой-то причине. У меня, я не знаю, с чего начаться, да, мне страшно решиться, у меня не получится. Ну, то есть, что-то касаемо со мной, лично со мной я не смогу. Либо это касается чем-то с внешними обстоятельствами, да, то есть, нет связей, это опасно, или вот, хорошие места заняты, да, или там еще что-то. Ну, то есть, либо я сам себе не позволяю, ну, вот прям у меня не хватает каких-то качеств, компетенций, чего-то, чего-то, чего-то еще, либо это пространство, мир не позволяет. Но вот все, любые наши критерии, любые наши какие-то мысли, которые мне позволяют зарабатывать деньги и жить счастливо и богато, делятся на две части. Да, первое, я сам себе не позволяю, и второе, мне не позволяет мир. Но в любом случае, даже если я не, даже если это по факту мир мне не позволяет, то это как бы, то это все равно получается, что я сам себе не позволяю. Привет, Маш, Маш. Вот, ты только присоединилась, напиши в комментариях, ну, в любых, к любому там сообщению моему в канале, как думаешь, что тебе мешает выйти на тот уровень дохода, который, ну, который ты хочешь, да, вот что тебе мешает. Мы сегодня с этого начали, с мозгового штурма. И в любом случае, если это я себе мешаю, то окей, то я там я себе мешаю. Если это мир мне мешает каким-то образом, то это все равно получается, что не мир мешает, а я себе мешаю. То есть, мои мысли о мире мешают мне зарабатывать деньги. Мои мысли о мире мешают мне зарабатывать деньги. Так вот, что с этим делать? Хороший вопрос. Что со всем этим делать? Менять свои отношения. Менять отношения к себе, менять отношения к миру, менять отношения к деньгам. И в первую очередь, помните, мы говорили с вами про мотивацию последние два занятия, два завтрака. И я объясняла, почему не получается, делай то, что хочешь. А я проговорила с утра самого, что напишет список, напишет план действий, но в итоге делает что-то другое. Почему мы не делаем те действия, которые нас привели бы, по нашему мнению, к деньгам? Почему нет мотивации? Почему не хватает? И здесь вопрос, ответ очень простой на самом деле. Помимо тех психологических факторов, которые мы с вами разобрали, существует еще второй момент. Это про взрослую позицию. Вот когда я нахожу в себе отговорки, любые отговорки, почему я не действую, почему я не делаю, не хватает времени, не хватает связи, все места заняты, не знаю, с чего начать, мне страшно решиться, я пробую, у меня не получается, не знаю, у меня нет мотивации, и так далее, и тому подобное. Любые эти отговорки – это позиция детская. Что значит детская и взрослая позиция? Мы все уже выросли, всем нам есть 18+, вроде бы все мы взрослые, но взрослые мы физически, но не факт, что мы взрослые психологически. Так вот, если мы посмотрим, вспомним себя детьми, или если у кого есть дети, вы посмотрите на детей, особенно на маленьких, которые еще пока не понимают, что такое деньги. Они взрослые и не понимают, взрослые в смысле, мы до конца не понимаем, что такое деньги. Не говоря уже о таких подросших детях, они просто знают, что такая есть штука денег, что на нее можно пойти что-то купить, да, и это там что-то классное купить. Что-то они о деньгах знают, но по сути, как бы, как это сказать, не то, что они знают о деньгах, то, что на самом деле они являются деньгами. Но у них уже складывается какое-то об этом впечатление. Мы посмотрим на детей совсем маленьких, которые еще пока даже, ну, не очень-то понимают, что такое слово деньги, там есть ли они деньги или нету денег. Им по факту, ну, вот вспоминаете, да, либо маленьких детей, либо себя в детстве, детям нужны деньги. Можно написать в комментариях, можно включить микрофончик, ответить, у кого камера включена, можно головой помотать. Да или нет. Нет, не нужно. Они же идут. Прямо. Да, детям деньги не нужны. Детям нужны игрушки, детям нужны эмоции, детям нужна забота, любовь. Но деньги, по факту, детям не нужны. Так вот, это отображается и тогда, когда мы с вами становимся взрослыми. То есть мы выросли, на нас уже лежит ответственность за собственную жизнь. Когда есть дети, у нас лежит ответственность за несовершеннолетних детей. На нас лежит там ответственность, например, за каких-то там, ну, престарелых родителей, если они там не дееспособны каким-то образом, да. На нас лежит куча ответственности. То есть нам по факту деньги нужны, потому что нам нужно платить за аренду, нам надо покупать еду, нам надо там оплачивать обучение, одежду покупать. Ну, то есть нам они нужны по факту для жизни, для выживания, для продолжения рода. Но мы с вами остаёмся в детской позиции. И нашей психике деньги в топке не нужны. Взрослому человеку по физиологии деньги нужны, а нашей психике деньги не нужны. И, соответственно, если нам по психологическим параметрам деньги не нужны, то они к нам просто-напросто не придут. Либо придут ровно в формат выживания. Уровень выживания у каждого тоже свой. У кого-то выживание, прям реально выживание, денег на хлеб, там, не знаю, еле хватает, или из кредитов вылезти, чтобы там из квартиры не выселили. Прям реально формат выживания. У кого-то выживание, это даже и путешествовать могут, а даже там как-то иногда и колбаску купить, может быть, даже раз в год икру купить, может быть, два раза в год. Но всё равно это формат выживания, да, просто он у каждого разный. Благодарю, я как раз икру вчера купила. Отлично. Вот. У каждого уровень выживания будет свой. Так вот, пока мы с вами находимся в детской позиции, денег будет хватать ровно на выживание. и на ту жизнь, о которой мы мечтаем, чтобы, не знаю, кто-то, ну, я не знаю, о чём мечтает. Напишите, кстати, ещё в комментариях, кто о чём мечтает. Давайте так. Напишите прям обязательно, почему, ну, чтобы мы с вами немножечко тоже, как это, так, не ответил, прочитал ваш комментарий и сбил. Вот. Получается, что мы с вами, напишите, кто о чём мечтает, чтобы немножко вот увидеть вот эту разницу, да, о чём я мечтаю и как я живу. А я-то вроде неплохо тоже живу, но не так, как мечтаю. Я мечтаю, я живу сейчас в квартире, в классной, с видом на море, с камином. Я тут, ну, идеально всё, практически идеально, но я хочу, но она там, по-моему, сколько метров, 50, а я хочу жить в квартире 120 метров, да, то есть, ну, уже не идеально, не то, как я мечтаю. И тоже с видом на море, и со всеми делами. Вот. Я хочу там путешествовать чаще, то есть, я там путешествую три, например, сейчас раза три в год. Как это, после СВО, после того, как я вернулась в Россию, и что-то я снизила количество путешествий, надо, надо поднимать их. Вот. Я второй год уже езжу там раза три-четыре путешествовать, мне не нравится, я хочу больше, я хочу за границу. Вот. Ну, в общем, я там хочу летать на, всегда на бизнес-классе, да, я не могу себе сейчас до сих пор пока позволить каждый раз летать на бизнес-классе, бизнес-классе, да, или первым классом. В идеале, вообще, я хочу жить такой жизнью, когда я могу себе позволить летать на частном самолёте. Ну, то есть, частный самолёт себе я не знаю, не уверена, что хочу, но вот арендовать, если летать куда-нибудь, да, я хотела бы. Там, ну, и так далее, и тому подобное, да, про уровень жизни, про уровень комфорта. Вот напишите, кто о чём мечтает и сравните, насколько как-то вы далеко сейчас от той жизни, о которой вы мечтаете. Насколько далеко, там, не знаю. Ну, вот я далеко, насколько далеко. Ну, далековато ещё. Наверное, там до бизнес-класса не так далеко, даже до квартиры в 120 метров не очень далеко, это, в принципе, рядом, на расстоянии вытянутой руки. Вот, а до самолёта, до частного, далековато, я далековато. Вот, прям вот посмотри, ну, напишите в комментариях и прям вот оцените вот это вот расстояние, да, оно очень как бы, мы не мерить будем ни в шагах, ни в метрах, ни в километрах, а так вот на уровне ощущения, насколько это далеко от вашей реальности или близко. Потому что от этого сейчас прям будет реально зависеть, ну, всё, ну, поймёте вы или не поймёте. И вот напишите, пожалуйста, насколько вы далеко или близко. Это важно, потому что я, ну, пока вы не напишите или скажите, давайте так, или я пока паузу держу, давайте вы расскажите, насколько вы далеко от своей мечты или близко. вот Диля пишет, что близко. Хочу жить в своём доме с видом на море, больше путешествовать в разные страны. вот Дмитрий пишет, Шевроле Камара. О, вот Мария едет в Питер, сейчас поезды в Питер. Отлично, поздравляю. Я хочу восстановить нашу семей как бы имущество семейное, да, там построить баню, выходной, как бы дом для отдыха, где можно приехать, люди, ну, как по сарафанной радио, да, и там свои тренинги проводить, и себя отдыхать. Это я поставила себе какой-то 25-й год, да, но я хочу начинать уже жить в следующем году, хотя бы чуть-чуть развиваться, да, потому что у меня есть идеи, но я не, если честно, я не села, точно не нарисовала, как, у меня есть идеи, я живу какой-то вот этой идеей, что мне это есть, да, но не точно какой, я знаю, что мне нужно, но не как выиграть, выглядеть, да, и поэтому еще, как бы я могу сказать, что это далеко, потому что я не написала, вот как-то нету мне вот этот взрослого сесть и сделать, да, надо, наверное, сделать, потому что это мой рай, я люблю, и я хочу такие вот близкие люди мои, окружения, которые я хочу себя держать, ну, быть в этим окружении, их пускать в свой рай, да, потому что это очень прекрасное место, там, но для себя еще я хочу тоже так, что я могла лететь, не надо было группами, как бы у нас там компания, можно лететь, но я понял, почему я летел, да, потому что я не люблю большие толпы, несмотря, что я люблю свою компанию, все остальное, ну, с кем я состранирую, но я люблю мир, чтобы нет людей, чтобы я могла прийти, вот, какой-то необитаемый остров, и мой остров, и прилетело, и под палмой, этими березовыми, этими морем, такое классное, да, и это надо отдыхать, вот я какая-то, наверное, эгоистка, такая, но я все равно, да, я хочу, я поставлю, что я хочу себе какой-то дом в теплых странах, где я могу лететь, и могу и реально, и себе позволить всегда отдохнуть 4-5 звезд, не меньше, и там, где бассейн, там, где тебе массы, вот это моя, но это, могу сказать, недалеко, но и не близко, просто надо решение добраться за все. Спасибо. Смотрю, написали, ребятки, спасибо большое, что пишете, смотрите, кто написал, что рядом, с одной стороны, да, кто написал, что близко, с другой стороны, почему плохо, потому что, скорее всего, либо вы, короче говоря, если бы действительно вы верили в то, что это близко, вы бы как Маше были бы на пути, то есть Маша вот хотела в Питер поехать, она сейчас в поезде едет в Питер, то есть она на пути, понятно, что это такая маленькая мечта, достаточно, да, мы сейчас, я просила написать какие-то более глобальные цели, мечты, да, для чем нам денег, почему больше нужно зарабатывать, ну, явно на одну поездку в Питер, вот, то есть явно там что-то больше, ну, это классный как пример, потому что, если бы вы реально, если бы эта цель была близко, вы бы уже были на пути, ну, то есть вы бы уже действовали, вы бы уже что-то зарабатывали, вы бы уже там, не знаю, если дом какой-то, внесли бы там, ну, внесли бы какой-то там первый платеж куда-нибудь для того, чтобы начать это строительство, да, то есть вы были бы в поезде, как вот Маша, если вы еще не в поезде, если вы еще не на пути к своей цели, значит, на самом деле, либо это не ваша вообще цель, вам это нафиг не надо, либо вы не верите, что это реализуемо, что она близко, то есть я, например, на сегодняшний день, ну, как-то не очень верю, что я смогу заработать на частный самолет, ну, реально, да, это есть в моем, иначе бы я уже заработала. Значит, и я, ну, в это не верю. Возможно, я не верю еще до конца на 100% в то, что, там, я могу жить в квартире 120 метров квадратных, хотя я уже жила, и я просто, ну, я жила в 180 квадратных метров квартир, но это много, то есть у меня есть чем сравнивать, я жила в 50, я жила в 120, я жила в 180. Я поняла, что 120 – это самое оно, это мое, 180 – мне много, мне дохрена. Вот. И, в общем, к чему я? К тому, что, вспоминаем, здесь уже описание библейское, «По вере вашей воздастся вам», и это правда, это прям стопроцентная правда, это не история из Библии, это не история из религии, об этом говорит, сделан в своем транссерфинге реальности, об этом, наверное, говорит просто каждый уважающий, не уважающий себя, какой-нибудь там блогер, пропагандирующий осознанность, психологию и так далее, и тому подобное, то есть по вере вашей воздастся вам. И самое простое, самое элементарное, оно же самое сложное, почему у нас не получается зарабатывать столько денег, столько мы хотим, почему мы себе не позволяем жизнь, о которой мечтаем, просто потому, что мы не верим, что мы достойны этой жизни, что в нашей реальности это возможно случиться. И здесь про все, что угодно. Здесь, кстати, не... Я не услышала эту поговорку, как она была, не поняла. По вере вашей воздастся вам. По вере? А что это не поняла? Вера, вера, но это из Библии взято, да, вера. Я... Ну, из Библии это имеется в виду, что Богу. Ну, ты можешь написать, я тогда все пойму, просто мне, я как-то на слух не поняла это слово, да, извиняюсь. Хорошо. Ребят, можете кто-нибудь в комментарии написать, пожалуйста, чтобы я не отвлекалась? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Спасибо. Вот, значит, про что это? Про то, что если я верю, если я верю, что я достойна, да, достойна этой жизни, если я верю, что я это смогу, рано или поздно, здесь вопрос тоже в... Это мы тоже немножечко сегодня я затрону, про рано или поздно. Это тоже важно понимать. Вот, соответственно, я верю без толики сомнения, то есть вот тотально верю в то, что я достойна, что я смогу, а я смогу, это взрослая позиция, мы сюда тоже немножечко заглянем сейчас чуть позже, тогда у вас все точно и получится. Рано или поздно и будет и в частных самолетах. Вы будете в поезде, да, вот я сегодня буду на примере Маши, потому что очень классный пример. То есть рано или поздно вы будете в поезде, рано или поздно вы будете на пути, который ведет вас к вашей цели, да, вы обязательно там будете. Но если есть хотя бы внутри, то знаешь, как бывает, ко мне приходят клиенты, говорят, я головой все понимаю, ну, то есть я головой все понимаю, что я смогу, что у меня все получится, что все нормально, что нет никаких там подводных камней, что все хорошо. А внутри, внутри, вот есть какие-то непонятные, необоснованные сомнения. И вот если есть хотя бы один процент сомнения, то это как ложка дегтя в бочке с медом. Невозможно будет есть этот мед. То же самое здесь. Если хоть есть один процент сомнений, то есть не получится реализовать свою мечту. И очень важно как раз от этих сомнений избавляться. И вот здесь как раз кроется самое сложное. Здесь кроется самое сложное, и оно же самое простое. Это про... Если это про то, что я не смогу, то это про взрослую позицию. Давайте мы немножечко... Здесь почему можно... Почему есть эти сомнения? Опять же, я не смогу, да, либо мир мне мешает, мир мешает. То это я сам себе ставлю палки в колеса. Это про детскую позицию. Вспоминаем, детям деньги не нужны. Детям мир, нам вселенная деньги не посылает, потому что детям деньги не нужны. Прям запомните это себе где-то, запишите себе. Каждый раз, когда вы будете хотеться уйти в детскую позицию, прям вспоминайте про эту историю. Итак, сейчас я покажу вам немножечко про взрослую позицию. Спойлер из моего вебинара. Так, секунду. Трансляция, экран. Есть. Итак, поехали. У нас есть... Что значит детская позиция? Вот сейчас узнаем себя. Да, я буду говорить какие-то внутренние отмазки, какие возникают в любые моменты жизни, связанные там с деятельностью, с работой, с самореализацией. Вот смотрим и узнаем себя. Причем мы можем быть не обязательно в одном каком-то месте, мы можем гулять по этой лесенке. Итак, в самом низу стоит у нас младенец. Это ребенок до трех лет. И у него всегда, у этого, это хроническая жертва, и у этого человека всегда отговорка из серии «я не смогу». Я не смогу, у меня не получится, у меня нет денег, у меня нет работы, у меня нет связи, у меня нет того, у меня нет всего. Короче, отмазки, которые из серии «я не смогу». И это всегда ведет в состояние зависимости. То есть я всегда буду зависеть от чего-либо либо от кого-либо. Я буду зависеть от зарплаты, я буду зависеть от мужа, я буду зависеть от родителей, я буду зависеть от обстоятельств, я буду зависеть ещё от клиентов. То есть я всегда, всегда возникает какая-то причина, из-за которой невозможно изменить ситуацию. И эту причину мы создаём с вами просто потому, что находимся в позиции младенец, и в убеждении я не смогу. Дальше. Следующая позиция – это ребёнок. Ребёнок 3-6 лет. Это не лезьте. То есть я сам. Я сам, не лезьте, мне помощь не нужна. И здесь тогда человек живёт с позиции, когда ему всё трудно. То есть это постоянно нет ресурсов, постоянно всё сложно делается. То есть это как жизнь тяжёлая кара. Всё даётся очень тяжело. Человек делает просто выгорание, усталость, бесится на весь мир, озлобленность, неудовлетворённость жизнью. Потому что человек не позволяет просто миру ему помочь. Он закрылся от мира, да, и он говорит, не лезьте, я сам. Следующая позиция – это ребёнок 6-12 лет. Лишь бы не расстроить. И здесь мы что делаем? Это про нашу любимую, мне кажется, у 90% моих клиентов это про хорошесть. Лишь бы не расстроить. Но я хороший, я хороший эксперт, ребят, любите меня. Приходите ко мне на вебинары, приходите на мои консультации. И вообще я делаю бесплатно. И приходите ко мне, вот два по цене одного. И вот приходите ко мне, пожалуйста, да, это мы говорим с позиции эксперта, да, с позиции какого-нибудь предпринимателя или на работе, да. Да ладно, я посижу сегодня до 8 вечера. Да ладно, там, да, нормально, я выполню за вас работу. Ну, короче, мы не можем говорить нет, не хотим даже. Нет, что не можем, мы не хотим, потому что нам важно быть хорошими. И это всегда про предательство своих интересов. Это всегда про неценность себя. Это отсутствие своей жизни, когда жизнь, ну, то есть мы предаем, ну, то есть у нас нет жизни, мы живём жизнью другими, потому что мы хотим для всех быть хорошими. Следующий шаг – это юность. Такой подросток, когда всё несправедливо. Когда всё несправедливо, когда идёт постоянная борьба за место под солнцем. И здесь очень хороший будет пример, когда я болезненно отношусь к конкурентам, да, потому что они там, ну, постоянно себя с ними сравниваю. Постоянно с кем-то борюсь, с миром, с людьми, с коллегами, с начальником, с подчинёнными. Ну, то есть без разницы с кем. Вот, и сейчас пример не приведу из бытовой жизни, да, там, как говорят, там, у женщины с яйцами. Вот, это вот если есть такая женщина с яйцами, которая будет там с мужиком мериться ими, да, и доказывать, кто прав, кто виноват, то это, значит, находится в позиции вот этого самого подростка, 12-16 лет, так, подождите, да, 12-16 лет. Следующий, последний шаг – это юность 16-18 лет, когда мы говорим «я всех изменю». Вот, здесь уже такое, знаете, да, доменность, такое некое эго. Вот, когда ты начинаешь учить всех жизни, и ты думаешь, что ты самый правильный, самый знающий, самый замечательный, на этой ступени часто живут эксперты, вспомогающие в профессии. Я сама так долго жила, причём не только в работе, я жила так в личной жизни, и там года три назад, наверное, осознала, что там я для своего партнёра, для мужчины, не женщина, а я для него это эксперт, психолог, который лучше знает, как ему жить. То есть, когда я это осознала, я охренела. Вот, и здесь всегда на этой ступени всегда есть измены, измены, если мы говорим не про мужско-женские отношения, да, не про партнёрские, а про работу всё-таки, то это когда заказчики приходят к вам, клиенты, смотрят, слушают, улыбаются, всё им нравится, вроде они вас любят, но покупают у других, да, то есть вам изменяют, как эксперту. Это конфликты, это какие-то постоянные скандалы, стачки, и это... Ну, то есть денег здесь тоже нету. Ну, и последний шаг, шаг – это взрослый, вот здесь как раз только на этом шаге появляются деньги. Соответственно, мораль сей басни какова? А, нет, слайд, а что у вас там? Мораль сей басни какова? Мораль такая. Как только возникают любые мысли, да, вот. Кстати, узнали себя, ребят, кто на какой ступени? Мы в разных ситуациях можем прыгать там на разные истории. Ну, например, такой, я всех, на последней ступени я всех изменю, да, то есть я там, не знаю, классный эксперт, я сейчас всем помогу, я, ну, к примеру, да, я на себе давайте приведу пример, я там классный астролог, я там классный коуч, охрененный наставник, всех сейчас вас научу, вам всем надо идти ко мне, значит, на консультацию как минимум, как максимум наставничество, всё, вы все ко мне, значит, приходите, всё. Я лучше вас знаю, что вам вообще, как жить, что делать, я вас сейчас всех, значит, здесь научу насильно. Соответственно, на этом моменте человек чувствует вот это насилие и уходит. Ему-то, может быть, и реально я бы помогла, вот, на самом деле, да, потому что всё классно, и знания, там, инструменты, всё рабочее, и человеку реально ко мне бы надо. Но он чувствует вот это вот насилие, да, не позицию равенства, когда взрослый-взрослый, два взрослых договариваются. У меня есть вот это, у меня есть знания, навыки, инструменты. У тебя есть желание, и у тебя есть деньги. Всё, поменялись, да, я могу дать тебе то, что ты хочешь, а ты можешь дать то, что я хочу. Поменялись на уровне равных, да, всё, и здесь здоровые отношения. А здесь, получается, нет, я как бы сверху, я тебя сейчас научу, давай ко мне с позиции эго. И человек чувствует это насилие, чувствует эту надменность, и такой говорит, нет, спасибо, я пойду туда, где на равных, и уходит. Соответственно, получается, измена, ну, как бы мне изменили. И в этот момент я могу упасть на, например, ниже, да, на хорошесть. Давай я тебе скидочку сделаю, давай приходи ко мне, да давай, мой хороший, давай вот это, давай, вот приходи, да давай бесплатно я тебе сделаю, да, давай, давай ко мне приходи. Соответственно, человек, ну, может пойти и поюзать меня вполне, да, потому что, ну, бесплатно, ну, или очень дёшево, в два раза дешевле, блин, может пойти, короче, человек может пойти. И тогда я падаю ещё ниже, потому что это получается, то есть я буду уже на очень трудно, потому что работать с таким клиентом будет очень трудно, вот очень трудно будет. И дальше я ещё упаду на хроническую жертву, потому что, скорее всего, помочь этому человеку я даже не смогу, вот, и буду себя винить. И, короче, вот эта вот история пойдёт. Если человек даже со скидкой не купит, да, уйдёт всё равно к другому клиенту, я опять падаю ещё ниже, либо на жертву сразу, блин, всё, не получается, у меня не смогу, и вообще, ого, вот. Вот, либо жизнь говнов, всё трудно, нереально сложно вести эти какие-нибудь диагностики, прямые эфиры, да, ёперный бабай. Ну, то есть и вот мы по этой шкале всегда гуляем туда-сюда. Не гуляем мы только тогда, когда выходим в позицию взрослого. Так вот, когда, опять, мораль всей басни какова? Когда вы видите в себе вот эти вот мысли, да, вот эти вот истории детские, вы просто берёте и меняете, и отслеживаете, да, как бы когда осознал проблему, это первый шаг к исцелению. Правильно же? Правильно. Осознал проблему, первый шаг к исцелению. Вы заметили о том, что вы в позиции сейчас ребёнка находитесь, и задача ваша в моменте вырастать. Окей, поехали дальше. Это про то, что если я не смогу, если у меня не получится, да, то есть это значит, если возникает в моменте там реализации какого-то задачи, какого-то проекта, да, там, не знаю, перехода на новую работу, попросить повышения у начальника, и возникают вот эти все мысли, да, которые мешают вам сделать шаг к той мечте, которую вы хотите, отлавливаете себе на этой мысли, понимаете, что вы находитесь в детской позиции, и думаете, а как бы поступил взрослый? Соответственно, начинаете поступать как взрослый. А взрослый точно понимает, что он совсем справится, потому что у него для этого, если он не знает, я пойду научусь, да, я спрошу у того, кто знает. А если там, ну, соответственно, начинаем думать как взрослый. Окей, это мы разобрали эту ситуацию. Второй момент, который я хотела сегодня обсудить, про поздно или рано. Мы иногда с вами хотим прям получить здесь и сейчас что-то, да, вот прям здесь и сейчас вынь, мне и положь, или там, не знаю, дом, или ещё что-то, или ещё что-то. И иногда наши планы не сбываются просто потому, что у Вселенной на нас другие планы. У Вселенной на нас с вами на данный конкретный момент другие планы. Какие планы, мы с вами не знаем. Но каждый из нас пришёл сюда не просто так. Каждый из нас пришёл сюда с определённой задачей. Я всегда люблю очень приводить в пример наш организм. Мы человек, вроде бы целый, да, но если вот целый человек. Но состоим мы из маленьких деталей, из маленьких кусочков, которые называются, ну, сначала это органы, да, потом это клетки и потом это атомы. И каждый из этих, ну, даже мы не будем идти на уровень клетки и атома, мы возьмём на уровне органа, посмотрим на человека. И это абсолютно разные органы, которые, ну, грубо говоря, не связаны, ну, надо сказать, скажем так, это разные органы. Ну, то есть это не единый организм. То есть наш единый организм сочетает в себе множество систем и органов. И у каждого органа есть своя задача. И только потому, что этот орган хорошо выполняет свою задачу, мы с вами живём. Ну, то есть сердце качает кровь. Лёгкие питают кровь кислородом. Мозг отвечает за нашу мысль, не знаю, за что он там, за то, что мы можем думать, да, принимать решение. Вот. За нашу двигательную функцию. За команды, скажем так, это пульт управления. Там что у нас ещё? Почки выводят из организма жидкость, да, лишнюю ненужную, которая из жидкости выводит ещё какие-то эти продукты переработки, которые печень, токсины выводят из организма. Это тоже уходит с мочой либо с калом. И вот система мироздания устроена точно так же. Мы с вами являемся органами системы мироздания. Каждая из нас – это орган. Но только система мироздания, она чуть побольше, чем человек, да, так в разы побольше. И мы с вами выполняем какую-то функцию, которая на нас возложена. И если в организме человека нет дубликатов, ну, вот, кроме почек, да, если удалишь одну почку, можно как-то жить не идеально, да, но там будут ограничения, но это единственный орган, который дублирующий. Всё остальное не дублирующийся. А в мироздании, ну, как-то вот, скажем так, в мироздании больше дублирующих элементов. Соответственно, одного элемента не станет, его место займёт другой элемент. То есть здесь не так критичный. Но в любом случае каждый человек – это орган в системе мироздания. И наша с вами задача – выполнять свою собственную функцию, так как почки выполняют свою функцию, кровь – свою функцию, лёгкие – свою функцию, желчный пузырь – свою функцию. И тогда наш организм работает как часы. Если, например, да, захочут поменяться лёгкие с чем-то, с мозгом, как бы, ну, ничего хорошего из этого не выйдет, да. Даже давайте на примере приведём, то есть кровеносная система. У неё есть, у кровеносной системы есть эритроциты, да, эритроциты, эритроциты. И у эритроцитов есть своя определённая функция. И вот какой-то очень осознанный эритроцит говорит – нихрена, я не хочу больше выполнять эту функцию. Я же зачем-то создан, я создан для чего-то большего, я создан для какого-то полёта мыслей и фантазии. Во мне же гораздо больше потенциала, нежели просто там переносить, да, кислород и полезные вещества от клетки в клетку. Я же для чего-то создан. И начинается бунт в системе. Начинается в бунт в системе, и получается, что происходит, образуется раковая клетка. Вместо эритроцита происходит раковая клетка. И всё. И что происходит? Происходит рак крови и летальный исход. Просто из-за того, что один эритроцит решил, что это не его предназначение, и он будет заниматься чем-то другим. Соответственно, в нашей жизни с вами то же самое. Мы приходим сюда с определённым комплектом задач, с определённым... Почему у нас такое тело? У каждого жракное тело. Две руки, две ноги, голова, да, тело, туловище. У всех одинаково. Ну, мужчина и женщина различаются по половому признаку. Всё остальное одинаково. У всех там одно сердце, два лёгких, да, и так далее, и тому подобное. Но тела у всех разные. Кто-то выше, кто-то ниже, кто-то там, не знаю, стройнее. У кого-то точёная фигурка, у кого-то, ну, короче, не очень точёная. А у кого-то там сильные плечи, у кого-то сильные ноги. Мы приходим в этот мир с определённым набором функций. Тело, психики, талантов. И это неспроста, потому что на нас, скажем так, Вселенная для нас приготовила определённую роль, да. Ты будешь сердцем, ты будешь лёгким, ты будешь желудочно-кишечным трактом, ты будешь мозгом, ты будешь эритроцитом. И вот это вот всё нам дано от природы. И вот когда мы находимся в системе жизни, когда мы выполняем свою функцию, свою функцию предназначения, я бы так это ещё по-другому назвала. То есть мы реализуем наши таланты, мы используем тело так, как оно было задумано, для того, для чего оно задумано. У кого там сильные руки, ну, может что-то выполнять какую-то сильную работу, не знаю, таскать, например, что-нибудь, быть грузчиком или строителем. А у кого там девушка маленькая или тот же мужчина, маленький, субтильный, худой, но очень гибкий, ну, то есть он не заточен таскать, он просто сломается. Зато он классный танцор, там, балета, да. Ну, у него тело под это заточено. Там у кого-то кто-то просто красивый, да, и несёт красоту в этот мир, там, женщина, например, да. Она просто красивая, она просто несёт красоту в этот мир, и за счёт того, что она несёт красоту в мир, она реализует предназначение своё, да, и она получает за это бонусы вселенной, деньги. В виде денег. Так вот, у нас у всех заложено какое-то определённое предназначение. А мы с вами, как происходит, кто-нибудь нам, как раскрыть всё, и очень много людей, это прям бич, раскрыть предназначение. Но предназначение, это не равно работа, ребята, вообще ни разу не равно работа. Предназначение – это как раз занимать свою роль в системе жизни, в системе мироздания. Если ты почка, быть почкой. Если ты сердце, быть сердцем. Вот это предназначение – это не работа. Она не всегда совпадает, далеко не всегда. Так вот, как мы с вами выбираем свою деятельность, и как мы выбираем работу, как мы вообще выбираем своё предназначение, как мы думаем, что это наше предназначение. У нас есть в социуме, в мире есть законы определённые. Мы идём в школу, сначала в детский сад, научимся лепить, не знаю, петь, танцевать, физкультура у нас есть, всё. Потом мы идём в школу, где определённый набор предметов, и ты, сука, должен их... Чтобы у тебя была не двойка точно, потому что с двойкой, ну, в эти статьи тебя не выпустят. Ну, а кому повезло аутрировано с родителями, и они педантичны, да, то есть у тебя вообще должны быть везде там ниже четвёрки. Тройка. Не гуляешь, не танцуешь, не поёшь. У человека предназначение петь там в хоре. Надо учить математику, иди и херачь математику. А у человека вообще нет, то есть вообще не математик, то есть вообще ему она не нужна. Ну, то есть он не мозг, он ноги в организме, его задача ходить, танцевать, например, или он род в организме, его задача петь. А ты иди, вот мозгом будь, учи математику. Окей, мы учим, да, все предметы, которые необходимы. Кому-то повезло больше, кого родители не херачили, да, не это самое, не заставляли учиться на пятёрке, на четвёрке. Там как бы вот это получается, это не получается, это нравится, не нравится, окей, там полегче. Но таких, я знаю, мало. В основном гоняют за тройки, за двойки, в основном гоняют родители. Всё получается. Получается, что я вместо того, чтобы изучать себя, что мне нравится, к чему у меня склонности, к чему у меня таланты, что получается, чего я кайфую, кто я есть в этом мире, я должна выучить энное количество предметов. Я их выучила, окей, погнали дальше. Что происходит дальше? Дальше, когда приходят выбирать институт, куда идти дальше, я выбираю как по зову души, по зову сердца, по зову своих талантов и способностей. Нет. Я выбираю либо, где денег больше можно заработать, либо, о чём мне давалось в школе легко. То есть я пошла на экономист, куда... Нет, я вообще не знала, куда идти. Меня родители куда дали, туда я пошла, потому что я ушла после девятого класса. Я тогда вообще не созрела. Ну, вернее, у меня были мысли, но родители не были готовы к моим мыслям. Я хотела быть... Сейчас скажу. Я хотела танки строить. Я хотела быть... Где я в школе хотела? Короче, не помню. Я реально забыла, но в какой-то момент я хотела поехать в Москву, поступать в военное училище на инженера-конструктора и строить танки. Я не знаю, откуда у меня. Какое желание? Ну, в общем, оно у меня было. Родители сказали, какая тебе нахрен Москва? В итоге я все равно же уехала в Москву, понимаете? То есть мое предназначение жить в Москве. Это 100%. И я его чувствовала. Я просто... Я сбежала из дома по факту. Ну, уже будучи взрослой, в 20 лет. Вот. Но я сбежала из родного города. Я жила с родителями на тот момент. Из родительского дома я сбежала в Москву, потому что просто так меня не отпускали. Окей. Я там пошла учиться на газовщика, по-моему. Да, на газовщика. Короче, куда сказали, туда я пошла. Мне было пофигу. На газовщика. Это у меня первое образование инженер. Я не вспомню. Инженер, техник, технолог какого-то газового оборудования. Короче, сложно там в дипломе написано. Уже не помню. Вот. Значит, дальше что происходит? Я там немножечко начинаю. Там какие-то другие предметы появляются. У меня всегда давалась хорошо математика, геометрия. У меня пятерки по этим предметам. Удивительно. Но я не люблю считать. Ну, пятерки по этим предметам были. Поэтому я хорошо считала. Но не люблю. Странно. Так вот, все то, что касалось математики, мне нравилось. Там началась экономика. Я прям тащилась от экономики. Так интересно. Я думаю, вот, мое, наверное, призвание – идти в экономисты. Я пошла потом в институт на бухгалтера. В общем, я ни дня в своей жизни бухгалтером не проработала. То есть, как мы выбираем профессию? Либо где денег больше, либо куда родители сказали, либо что у меня хорошо получалось, какой предмет, да, легко давался. Туда я иду. Но я не иду от души, от своих способностей, от своих талантов. Да, то есть, вот, ни в одном из этих моментов, из трех перечисленных, я не иду реализовывать свое предназначение. И что происходит? Я отучился, потом практика, потом устроился на работу, ну, потому что я больше ничего не умею. И потом я 20 лет еще, даже если я отучился и понял, что это не мое, ну, слава богу, не я, да, я бухгалтером, я поняла, что все-таки это не мое, хоть мне не нравилась экономика, но бухгалтер – это не мое вообще ни разу. Я не пошла. Но, опять же, мне, скажем так, побег из дома помог. Я сбежала, мне это помогло. А то бы я, скорее всего, работала бухгалтером, вот, значит, и что происходит? Ну, я же уже отучился, я же уже это могу, а больше я ничего не умею, даже если мне это ни хвина не нравится. Я пойду и буду работать. И все. А потом проработал, проходит еще 10 лет, ты сидишь и думаешь, где же мое предназначение? В 30, в 40, в 50 лет думаешь, а где же мое предназначение? Так вот, к чему я? К тому, что когда мы вместо того, чтобы занимать свое место, вместо того, чтобы быть сердцем, да, ну, тем, что нам назначено Вселенной, мы становимся, там, не знаю, другим органом. И тогда получается, для системы мира это не катастрофично, да, если бы у нас почки встали бы на место чего-то, не знаю, у сердца, то для организма было бы критично. Еще раз повторюсь, у нас нету дубликатов органов. А для системы жизни, для мироздания это не так критично. Ну, то есть ты не выполняешь свою функцию, окей, свободу воли никто не отменял, да, свобода воли, она есть. Наша воля в том, что я реализую свое предназначение, я пользуюсь тем, что мне дал мир, или я этим не пользуюсь. И поэтому у нас много заменяющихся, да, элементов. То есть, ну, окей, я не реализую свое предназначение, для чего я предназначена. Ну, вот сосед у него точно так, он дублирующая система, он это место занимает. И вот у соседа деньги, у соседа отношения, у соседа все хорошо, а у меня нет, потому что я вместо того, чтобы быть сердцем, да, я пошла быть почками или, не знаю, там, маткой. Вот, и все. И тогда я не реализую свое предназначение, и тогда мир, ну, как бы, ну... Раковая клетка, она нахрен не нужна. Да, то есть я не буду ее кормить, я выключаю ей питание, потому что если я буду раковую клетку кормить, она нахрен заразит весь организм. Я отключаю ей питание в виде денег, в виде отношений, в виде счастья. Я питать ее не буду, говорит организм, в смысле система мир, да, система жизни. Отключение питания это значит отключение денег. То есть я не дам ей деньги, я не дам ей счастливых отношений, я не дам ей того, что хочет, потому что пока у нее этого нет или у него этого нет, у нее есть вот это вот в голове, ну, то есть что-то некомфортно, что-то не нравится, я постоянно нахожусь в каких-то страданиях, и есть шанс, что проснется, есть шанс, что ополнится и скажет, я же не это самое, я же вот для этого создана, создана, я пойду-ка и буду заниматься чем, вот выберу то, для чего придумала, для чего я придумана. Короче, вот, поэтому не получается. И здесь что нужно первое? Позволить себе, да, позволить, поверить в то, что я достоин, достоин той жизни мечты, о которой я мечтаю, да, зарабатывать эти деньги, работать со своим внутренним, со своим вот этим взрослым, да, занимать позицию взрослого. И четвертое – это жить согласно своему предназначению. Все. Вот это основные моменты, которые позволят вам оказаться в той точке, о которой вы мешаете. О, мечтаете, о которой вы мешаете. О которой вы мечтаете. Вот. Короче говоря, как-то так. Вопросы, комментарии, понятно, непонятно. Ложилась я в час. Молодец. Можно, кстати, если что, написать вопрос. Кто не может говорить, можете написать. Маша написала, я похожа на всех, кроме взрослого. Позиция ребенка. Да, я говорю, мы гуляем, мы по этим позициям гуляем. Мы перестаем гулять только тогда, когда выходим в позицию взрослого. Все понятно, только надо начать. Самое сложное начать это всегда начать и сделать. Так, ребятки, зависли? Зависли от контента? Есть какие-то, может быть, вопросы, какие-то, что-то уточнить, какой-то момент, комментарии, может быть, возражения есть? Налиночка, доброе утро. Доброе утро, Роман. Я как бы немножко занят, но вот три секунды есть. Главный вопрос, наверное, а как понять, что я не раковая клетка в своем желании сейчас что-то поменять? Хороший вопрос, на который ответ, смотри, ты понимаешь только тогда, когда ты, короче, понимаешь, когда обстоятельства начинают складываться? то есть, успех, он зависит реально на, ну, 50 на 50, я бы так сказала, 50 процентов от самого человека, да, то есть, это когда вот я занимаю позицию взрослого и когда я там сам себе палки в колеса не ставлю. И второй момент, это когда я, когда со мной события случаются, то есть, я оказываюсь в нужном месте, проекты мои реализуются, когда все происходит, ну, относительно легко. Легко это не значит без проблем, да, потому что вот у нас сейчас там последний год два тренда, вот это вот, заработай 4 часа в день, зарабатывай легко, там, или вообще не работай на пассивном доходе, да, тусуйся. И вот легко это не значит, что нет проблем. Легко это значит, что я с этими проблем, приходят проблемы, но проблемы-то есть, они всегда будут, а с ними приходит решение. Ну, то есть, пришла проблема, пришло решение. И плюс еще, плюс еще я легко к этому отношусь. Ну, то есть, я не впадаю вот в эту вот детскую позицию, в страдания, вот в эти вот все переживания и так далее, и тому подобное. То есть, я справляюсь легко с проблемой. И вот здесь, поэтому легкость, то, что легко, это вот в моем случае, я имею в виду именно так, не то, что нет проблем. Хорошо, давайте вот, вот это просто для себя уясним. Вот, соответственно, это когда я нахожусь вот в этом самом потоке. То есть, вот я реализую свои какие-то идеи, я реализую свои таланты. И вот я это делаю, и как бы вот случается, само случается, понимаешь, как будто бы легко. Приходят нужные люди, приходят нужные клиенты, приходят, приходят нужные какие-то события в жизни. Да, причем, например, ну, там я говорю, я хочу летать там на частном самолете, да, так у меня может не быть денег на этот частный самолет, к примеру, да, но если я прям на 100% верю в то, что это, ну, то есть верю, да, по вере вашей, помню, воздаст его. Если я в это верю, что я достойна, что это близко, если я верю, что это случится в моей жизни, то я могу денег-то не зарабатывать на частный самолет, да, но, не знаю, я там окажусь в каком-то окружении, где, да, маленько, погнали с нами, чего, фигня, денег нет, не палься, давай, ты мне вот сказала такую вещь, например, какую-то профессиональную, она перевернула всю мою жизнь, я хочу исполнить твое желание, пока погнали на самолете. Ну, то есть это может прийти другими путями, понимаете, и вот когда, ну, реально события случаются в вашей жизни, события, которые ведут вас к вашим вот этим целям, к вашим задачам, к вашим желаниям, когда вот всё происходит легко, когда жизнь с вами случается, вот точно вы находитесь не на своём месте, точно вы, ну, раковая клетка, в тот момент, когда жизнь как будто бы замирает, когда жизнь не случается, это когда вы зависаете в какой-то либо одной эмоции, но очень долго, там, не знаю, в страдании, в горечи, в апатии, в депрессии, либо когда происходит день сурка, да, то есть всё одно и то же, 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 когда жизнь не случается, когда события не случаются, и тогда ты вынужден там, либо ты вынужден жить в жизни сурка, да, вот этой самой. Либо ты ищешь, скажем так, для нас, для всех важно, самое важное – чувствовать себя живым. Это самое важное для нашей души. Иначе душа умирает, не тело умирает, душа умирает. Видели наверняка людей, которые вот как биороботы, но душа не умирает, потому что если душа умрёт, то её тела не будет. Она засыпает, что ли, да, она куда-то уходит так глубоко, что уже надежда на то, что она выйдет, нет. И это про то, что... Вот если душа заснула, да, если уже всё, она спряталась, то увидели таких людей, которые, ну, вот реально биороботы, это ощущение, что в них жизни нет. Это старики некоторые такие, которые, ну, всё, потеряли любую надежду, только ждут, когда умрут. Да и взрослые такие есть люди. Вот не случается с ними жизнь. Это вот первый вариант, как может происходить событие. А второй вариант, когда человек не до конца согласен. Привет, Айтик. Не до конца... Ну, то есть я не согласен, да, я не готов умереть, и он не готов на эту серую жизнь. И тогда он будет себя будить, будить разными способами. То есть эти способы всегда какие-то проэкстрим. То есть пойти на эту... Вот эти вот горки, да, вот эти, как его, американские, которые вызывают эмоции, сверхэмоции, или прыжки с парашютом, или какие-то поступки. Даже банально поругаться прям сильно, в хлам поругаться со своей половинкой второй, да, с мужем или женой. Это даёт возможность, это вспреск, это даёт возможность тебе почувствовать себя живым. То есть не жизнь с тобой случается и даёт тебе разные ситуации и возможности, на которые ты откликаешься. А ты себя вот помещаешь в такие обстоятельства, чтобы, ну вот как я говорю, скандал на работе, увольнение с работы, потому что потом надо собраться в кучку, да, искать работу новую, чтобы выжить, или там проект, если ты там предприниматель, да, проект провалился, денег не принёс, тебе надо это... Ну, то есть какая-то стрессовая ситуация, в которую ты себя сам помещаешь для того, чтобы вот этот вот вкус почувствовать, что я живу, что это не день с лука. И это как раз всегда через тяжело идёт, через боль, потому что это всегда через стресс. Когда жизнь с тобой случается, тогда ещё раз приходит проблема, приходят возможности, да, проблемы тоже будут, но к ним приходят решения, и это всё проходит легко, потому что даётся Вселенной силой для того, чтобы с этим справиться. Вот так вот понять, что ты являешься на своём месте, или ты раковая клетка, вот Инна написала, что есть ощущение, что для моей мечты дальнейшего развития в профессии опять же нужны деньги на учёбу, открытие кабинета, а для этого нужно работать там, где не сильно хочется, но за это хорошо платят. Это, ну, вот позиция, да, зависимости. Я завишу. И вот здесь вот как раз вспоминаем вот эти вот шажочки, да, детские истории. Позиция детская, то, что я завишу от той работы, что нужны деньги, да, и это первое. И второе, здесь точно не на... Ну, как бы, как это сказать? Ну, здесь вот нарушены все три пункта. Первое, я не верю, да, в то, что у меня получится жизнь мечты. Второе, я нахожусь в детской позиции, и третье, я не на своём месте, потому что если бы на своём месте была, да, то есть, ну, была бы предназначение, то, как я говорю, с личным самолётом, пример, да, у меня, например, сейчас нет денег на самолёте, на личный, на самолёт, да, но пришёл бы кто-то, кто сказал, да, Марин, да погнали, да забей, всё нормально, не надо денег. Ну, то есть здесь, и это так бывает, и это так возможно. Ну, я сейчас на своём уровне развития, я в это реально не верю, да, ребят, я признаюсь, поэтому моя жизнь не в мир частного самолёта. Что касается, кстати, квартиры, там 150, там 50, 120, 180 метров, да, это про понимание, что рано или поздно, это про то, что я сейчас принимаю то, что, ну, происходит в моей жизни, как бы я, как это, и вот когда что-то не происходит, когда что-то не, вот про рано или поздно, это вот как раз про предназначение. У Вселенной на вас есть определённый план. У Вселенной на вас есть определённый план. И если вы по этому плану идёте, да, то есть это на уровне ощущений. Окей, я хочу, например, мне кайфовано в Сочи, да, но я вспоминаю иногда, думаю, блин, в Тае было лучше, в Тае там вообще, ну, сейчас бы я пошла бы в море, скупилась, позагорала бы. Тут тепло, 13 градусов, солнце, но я купаться и загорать не могу, потому что холодно. Ну, можно, конечно, сейчас народ купается, так в моржи, наверное, я не могу себе этого позволить, мне холодно. Вот, то есть иногда думаешь, но при этом я такая, окей, я нужна здесь, вот здесь и сейчас у Вселенной плана на меня быть здесь. Я это принимаю, да, и я, окей, я с этим соглашаюсь, и тогда Вселенной, то есть я не начинаю, так, надо больше, там, не знаю, клиентов в 100 раз, надо больше, там, не знаю, потрудиться, надо начать, там, вот, пахать 24 на 7, как папа Карла, чтобы заработать, там, в 3 раза, допустим, побольше, и чтобы нахрен улететь из этого Сочи. То есть если мне сейчас нужно быть, было бы в Таиланде, я бы там, ребят, была 100%. У меня бы всё сложилось так, чтобы я там была. Вот всё бы сложилось. Есть деньги, нет денег, вообще без разницы, всё бы там сложилось. Если есть, вот, не складывается, прям реально не складывается, значит, туда не надо. Ну, то есть тогда точно будешь раховой клеткой. Вот, и это про чувствование, это вопрос чувствования, его нужно, его важно в себе развивать. Это как раз то, что я делаю с ребятами на своих курсах, да, на своих, вот, ну, на своих курсах наставниче. Когда развиваем вот это чувствование, когда развиваем взрослую позицию и когда развиваем вот это доверие миру, доверие себе, развиваем вот это чувствование, когда мы становимся реально на путь своего предназначения. И это только вот, ну, на это нужно время, потому что это, как мне все говорят, ну, так иногда спрашивают, типа, а чё вот ты, вот ты же такая, ты-то умная такая, всех учишь, а чё сама там не можешь себя на уровень того же личного самолёта вывести. Я говорю, слушай, дорогой мой, это процесс. Можно родить здорового ребёнка в три месяца или в пять месяцев. Или здоровый родится только через девять месяцев. Через девять. Странный вопрос. Я говорю, а почему ты думаешь, что процессы психологические, их можно сделать вот так вот? Это тоже процесс, и он занимает какое-то определённое время. И каждый раз это новый процесс. То есть первый уровень, не знаю, заработать на миллион, это первый уровень, это процесс. Второй уровень заработать 10 миллионов, это тоже процесс, и он тоже занимает времени. Это процесс, это рост, это процесс развития, процесс становления. И он не случается за один раз. Его невозможно сделать за секунду, за минуту. Разовые результаты можно сделать за секунду, за минуту, за один-два сеанса. И то, что я иногда делаю с ребятами на бизнес-лагере особенно, когда за один-два сеанса можно заработать миллион. Это разовая акция. То есть ты заработал, все, больше ты не заработаешь, потому что ничего в твоей жизни не изменилось. Ты навыка нового не получил, состояние новое. То есть это просто такая разовая акция, таблетка обезболивающая, которая помогла тебе снять болевые симптомы. Но ты зуб не вылечил, ты выпил обезболивающее, да, кариес не вылечил. Вот то же самое и здесь. А это определенный процесс, который занимает время. И вот, ну, и нужно этому, и себе нужно дать время. Самое главное, себе нужно дать время и туда погрузиться. Вот. Так, Инна, это я тебе ответила на твой вопрос. Да, Ай, у тебя какой-то, давай, да. Благодарю, Марина. Мне пришло вот, как бы, зрение, то, что вот насчет моей, восстановить это семейство, потому что я поставлю, что я еще далеко, как бы через два года, это не время. Теперь я занимаюсь другим, вот когда придет это время, я буду начинать. Вот это мне, наверное, было то, что, потому что пока вот теперь развиваемся, и тогда, когда будет, все будет, и все пройдет. Как-то, и это так и есть. Вот я могу сказать, что нам надо сеять семена, да, когда мы сеем, и в какой-то момент выходит урожай. Ну, самое, как ты рассказывала, я пошла на мероприятие, которое я купила давно, вот, ну, как бы тоже там используют, Арифлайн, вот, например, вот, использую некоторые. И там было мероприятие, обучение, и что-то, ну, давай пойду, 10 евро, давай, ну, пойду, послушаю, это классная у нас кемпинские гостиницы, там побуду, и все. И пошла, и как бы не пошла, как планировала с подругой там раньше пойти 10, я пошла чуть-чуть попозже, почти на последний момент, а она уже там была, заняла, а потом мой лидер был, он сказал, давай сиди, я тебе заняла тут место. Я там села, там познакомилась, поговорила, все. А потом она сказала, ой, мне не пришла подруга, ну, другая, так, Ленка, давай, иди ко мне, это моя подруга, она мой косметолог тоже. И я села, а потом, оказывается, все люди пришли и сказали, у нас есть 2-3 подарка, смотрите, девочка, под вашим стульем. Я сижу под этим стульем, над этим стульем. Да, конечно. И получила подарок, была презентация новой косметики, весь целый комплект, который стоит 110 евро, я получила подарок. И еще я могу сама выбрать, какое мне нужно. Не так просто, чтобы подарить какое-то, а я могу собрать этот комплект, какие вещи мне нужны. А до этого я думала, ок, кончается крем для лица, как бы надо выбрать, а как-то не хочешь опять пойти что-то дать. И потом послушала, и там спрашивали тоже, какие качества. Вот это бы было мне здорово помочь. И все. И наши мысли, да, вот благодарю, это то же самое, когда мы идем и так, что позволяем жизни даться, да, вот это поток. Ну, это то же самое, надо пойти этот поток, ну, как бы поймать, да, потому что бывает, что есть. И я правда, ты говоришь, что я тоже стараюсь, если мне приходит, тогда я беру. А если я вообще не слышала, да, ну, тогда не пытаюсь там пойти и стараться. Потому что, наверное, вот ты права, что Вселенная, если нам надо другие задачи решить, и поэтому тогда все пойдет. Вот благодарю очень-очень, теперь я поняла, почему что-то мне надо делать. Надо подумать, что это недалеко, все-таки надо что-то с шагами делать, чтобы побыстрее это пришло. Отлично, спасибо за обратную связь. А у меня вот тоже есть вопрос. А вот если, например, есть предназначение, да, вот у человека, то есть определенное, а такое может быть, что оно появляется, проводя тебя через какие-то пути, ну, допустим, которые ты должен пройти. Или, например, если ты идешь, и у тебя оно в течение, если ты не идешь по своему пути, оно у тебя с каких-то сторон постоянно через какое-то время приходит, чтобы вывести тебя. То есть это право как бы выбора. Либо ты выбираешь, да, и смотришь, ну, как бы принять. Если нет, ты остаешься, ну, как бы работать на нелюбимой, грубо говоря, работе, и потом через какой-то период тебе раз, еще такая возможность приходит. Или, например, бывает такое, что ты, например, идешь туда, куда не знаешь, делаешь, делаешь, и это тебя выводит на тот путь, к которому ты должен прийти. Вот я просто, ну, как бы не понимаю, как это происходит. Мы упускаем, и нам, ну, как бы показывается, или мы можем, например, через какие-то этапы пройти и прийти вот к тому, но мы должны были их пройти вот там, через какую-то вот нелюбимую работу, где-то научиться, что-то узнать, где-то познакомиться и прийти вот за эту точку. Смотри, жизнь нам, ну, пока мы живем, пока мы живем, пока наша душа жива, пока мы вот, ну, пока душа жива еще в нас, да, то есть не уснула вот глубоко, не спряталась, к нам будет стучаться наше предназначение разными способами и возможностями, да, то есть вот выбирай, типа, возможность, хочешь, не хочешь, бери, не бери, то есть и возможностью какой-то. И, ну, чаще, ну, то есть если мы не берем возможность, то чаще всего оно начинает случаться через негатив. Ну, повторюсь, да, мы так устроены, что если, когда все хорошо, мы не стараемся что-то менять, да, мы будем в этом жить зачастую, так устроена наша психика, так устроен наш, там, тот же самый мозг, да, то есть мы будем в этом сидеть, и мы не захотим ничего менять. То есть если она на работе, окей, пускай она не сильно любимая, да, но, в принципе, нормально, зарплата хорошая, вот даже дома все хорошо, все нормально, ну, как бы я с этой работы-то и не пойду, ну, не уйду никогда. А вот если у меня начнут, там, не знаю, урезать зарплату или какой-нибудь самодур-начальник начнет, там, сдавать задачи, которые, там, 24 на 7 приходится работать, или, там, ну, то есть создавать какие-то, начинает жизнь создавать через других людей, через какие-то обстоятельства жизни, которая, блин, нам перестает нравиться. Либо через болезни, либо через деньги, либо через отношения, да, вот через те рычаги, которые мы понимаем. И вот когда нам хреново, мы начинаем двигаться. Пока нам хорошо, мы сидим. То есть это только крайне... Вот у меня даже есть пример с очень... Потому что мы очень сильно привязываемся, да, и одна из задач души человека-человека вообще – научиться не привязываться. Вот ни в чём, нигде. И я вроде такая про себя тоже думаю, я такая классная, я же столько путешествую, я, значит, не привязываюсь к вещам, к местам, там, к людям, потому что это каждый раз приезжаешь, уезжаешь, каждый раз как бы даже если я из Москвы уехала, я уже часть друзей там потеряла. Я вернусь, вот уехала в декабре, вернусь в июле, да, но уже часть друзей я точно потеряла. Ну, там, какой-то костяк, он ещё со мной останется, там, какие-то совсем старые-старые друзья. А вот те, которые это знакомство только зарождались, да, в прошлом году, они потерялись, ну, потому что меня нету там на месте. И, соответственно, это, ну, как бы вот уеду из Сочи, часть здесь, я не знаю, вернусь я потом сюда или нет, соответственно, эти люди потеряются, с которыми я здесь строю отношения. Я такая думаю, ну, я не привязываюсь, ни хрена, я не привязываюсь к этому, я не научилась не привязываться. Но я привязываюсь, например, к... Ну, вот сейчас мне скажут прям сегодня, возьми, поменяй деятельность, уйди из того, что ты делаешь, и займись другим. Короче, я буду сопротивляться, реально. Потому что для меня это выход прям такой глобальной зоны комфорта. Я буду сопротивляться, прям сильно буду сопротивляться. И, соответственно, чтобы, если вдруг я, ну, как бы моё сейчас предназначение, и предназначение, кстати, может меняться, это не то, что там одну, ну, прям, как бы на всю жизнь. И если там задача, например, всё, себя схлопнула и исчерпала, и всё, и как бы, ну, больше вселенной, вот здесь я на этой роли не нужна. Я вселенной нужна, не знаю, например, на роли жены и мамы, к примеру, да. Всё, как бы забей. Но тут я, наверное, сопротивляться... Ну, тоже буду, да. И тогда мне дадут, не знаю, токсиклоз жуткий, что я не смогу просто физически выходить с вами в эфиры. Может, мне вливать в воду всё время. Ну, то есть мне дадут какие-то такие вещи, которые меня от этого, ну, то есть от этого привязки избавят. Потом, если что, ну, то есть к каким-то вещам я всё равно привязана, и привязана достаточно сильно. Так вот, и каждый из нас так же. И чтобы... И нам будут даваться события, которые негативные, к сожалению, для того, чтобы мы от этой привязки избавились. И какая-то привязка, ну, у каждого по-разному. У каждого по-разному. Вот. И тогда это будет через боль, через страдание. Но опять же, если вы на пути своего предназначения, если вы с доверием к миру, это называется ещё с Богом в душе, это сейчас не про религию, да, это про Вселенную, про Вселенную, про Творца, про вот это тотальное доверие. Если вы с этим доверием внутри, то это событие негативное, оно пройдёт легко, да, придут возможности ревпить это событие, ну, то есть решить этот вопрос. И придёт терпение и, ну, какие силы для того, чтобы с этим справиться эмоционально, психически. Вот. Ответила я на твой вопрос? Да. Да, но это надо всё вообще подумать. Нет, вообще, тема очень классная. Я на самом деле прям, у меня очень много мыслей, много анализа, даже по прошествии, например, шагов, там, последних событий проанализировано. Очень глубоко. Спасибо. Можно я ещё добавлю? Да, давай. Ну, вот, главный вопрос, да, то есть много лет живёшь в состоянии, что, ну, да, я на своей работе, в своей специальности, там, добился определённых результатов, успехов, я бы сказал. Да, вот, там, люди уважают, люди приезжают ко мне, да, за помощью. Но внутреннее вот это вот состояние того, что я прям занимаюсь не своим делом, оно уже много лет присутствует. И так называемый вопрос цикличности событий не можешь не отрицать. Как бы, вплоть до того, что, там, последних полгода, да, то есть это постоянный период боли, там, травм и всего прочего. Вот, вот, как быть с этим. То есть как понять на самом деле своё истинное предназначение, как ты говоришь, каким органом я должен стать или быть, чтобы вот почувствовать себя на своём месте. Смотри, ну, я, в принципе, ответила уже на твой вопрос, да, про то, что это, ну, до этого, что жизнь с тобой случается, события с тобой случаются, они тебя выводят. То есть там и деньги приходят, и возможности... Если деньги приходят, опять же, повторюсь, не прям деньгами, а то это приходит к каким-то возможностям. И вот это вот... И состояние такого в мыслях, оно не возникает, потому что ты чувствуешь, что всё, ты дома. Ты, когда домой приходишь, ты понимаешь, что всё, я дома. Вот то же самое, когда на своём месте, да, есть вот это чувство, я дома, всё окей. И даже если сейчас какая-то проблема, какая-то ситуация, ну, не знаю, там, с деньгами сейчас не очень временно, да, ну, потому что вот так тоже может быть. Да, это не значит, что всегда золотые горы, по-разному. Вот, происходит, жизнь случается по-разному. Но ты точно чувствуешь, что я дома, вот. Ну, как бы это только на уровне ощущений, вот больше никак. И, ну, я тебе, Ром, напиши мне в личку, у нас же с тобой сессия, вот, мы с тобой этот вопрос уже в личке разберём. Кстати, ребят, кто, у кого есть или есть какие-то личные вопросы, да, запросы, которые хотелось бы разобрать поглубже, покопать, да, то добро пожаловать ко мне на установочную сессию диагностическую. Вот, я после эфира скину ссылочку, заполните анкетку и приходите, мы с вами уже в личке пообщаемся, разберём эти моменты. И Инна вот тоже пишет про то, что уверена, что в профессии на своём месте, просто хочется расти, а не топтаться на новом месте, да, как бы от этого. И здесь зависит от двух моментов – денег и наличие времени. Вот, вполне возможно, что ты на своей, ну, как бы реализуешь, ну, профессия ты на своей, ну, значит, это детская позиция, да, то есть как бы я завишу. Ну, либо что-то ещё, внутренние какие-то вот эти вот установки убеждения не дают, вот, не видишь ты возможности, либо они есть, а ты можешь их просто не видеть, да, то есть вот там уже можно разобраться тоже, приходи на личную сессию, пообщаемся, разберёмся, что к чему. Так, ну что, ребят, будем, ай, будем это самое заканчивать. Время уже прям так много, мы сегодня долго болтаем. Вот, спасибо всем большое за то, что были со мной. До встречи в следующий понедельник. Может быть, продолжим как-то разбирать эту тему, тему предназначения, посмотрим, как пойдёт. Вот, мне огромнейшая просьба, кто был сегодня, напишите, пожалуйста, отзыв о, да, завтраке. В идеале, ребята, очень прошу, видеоотзыв, потому что видео сейчас рулит везде, да, это и рилсы, и сторисы, и даже в Телеграме видео рулит. Поэтому запишите, пожалуйста, ну, видеоотзыв, если не можете, видео там словесное, да, текстом о сегодняшней встрече. Причём это может быть не обязательно, что там, ну, короче, это может быть всё что угодно, просто там записать там, блин, такой завтрак офигенный, столько инсайтов, ребят, всем рекомендую. Всё, даже этого будет достаточно. То есть не обязательно там какой-то заумный делать отзыв, да. То есть кому хочется заумный, делайте заумный. Кому просто вот, просто скажите, блин, вау, классно, Марин, спасибо, там мега-контент. Всё, даже, ну, то есть любые слова, любые эмоции, вот так вот, они просто... Мы на подсознательном уровне всё равно считаем, люди считают с ваших вибраций вот эту вот, скажем так, пользу, и в следующий раз ещё больше, ещё больше людей придут на завтраки, да, потому что это как раз моё предназначение, это моя миссия, я к ней иду, и если вы мне поможете, то будет классно. Вот. Спасибо вам большое. Будем тогда заканчивать. Хорошей вам рабочей недели. Маш, тебе хорошие поездки в Питер. Пришли пару фоточек потом с Питера. Вот, всё, ребятки, всех люблю. Пока-пока, до следующего понедельника. Благодарю. Прекрасной недели всем. Благодарю. Спасибо. 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 Продолжение следует...